Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица Социальных Технологий. В прошлом видео мы практически и завели новую кампанию, но там оставался еще один шаг, который нужно проговорить отдельно, поскольку он важен. А именно расширение объявлений. Первое – это дополнительные ссылки. Что это? Вещь эта весьма и весьма полезна, если пользоваться с умом. А именно, вот, например, объявление по запросу «Боковой эмитрофический склероз». Основное объявление ведет на главную страницу, а вот это как раз и есть дополнительные ссылки. Они ведут уже на целевые страницы и значительно расширяют охват. Человека может не заинтересовать основное объявление, но дополнительная ссылка, ведущая именно туда, куда нужно, может человека заинтересовать. Дополнительные ссылки добавлять нужно обязательно, к тому же они увеличивают размер объявления и оно становится заметнее. Если говорить про программу Теплосеть, а по легенде именно ее мы сейчас рекламируем, то что можно вынести в дополнительные ссылки. Вообще Теплосеть – это образовательная программа и что может быть интересно пользователю. Ну, во-первых, правила. Создаем новую дополнительную ссылку, вставляем URL непосредственно страницы с правилами и тут основной заголовок. Правила игры вполне неплохо. Завлечем посетителя тем, что это еще и игра. Одно из главных достоинств платформы. Пока оставим и посмотрим, какие еще могут быть ссылки. Ну, честно говоря, в каждом конкретном случае выбирать вам. Понятно, что любой благотворительный фонд в первую очередь захочет вставить ссылку «Сделать пожертвование». Но не знаю, насколько это правильно для посетителя, который ничего не знает про фонд. Порой это наоборот может отпугнуть. Опытные маркетологи, например, никогда не вставляют ссылку на «Сделать пожертвование». И я бы вам категорически этого не советовал. Если говорить про теплосеть, я бы, наверное, ограничился правилами для тех, кто не знает, что это, и регистрацией для тех, кто знает, но еще не зарегистрирован. Вторая ссылка – регистрация. И добавляем описание. У нас две строки, выглядят они одинаково, поэтому можно просто разбить предложение на две части. Собственно, как это и сделано в объявлении ProBus. Ну а мы второй строкой в обоих случаях сделаем призыв к действию. Добавляем ссылки. Их тут может быть много, и в каждой компании вы можете выбирать свои. Также можно добавить уточнение, но это уже, на мой взгляд, не очень действенная вещь. В том числе, потому что на уточнение нет ссылок. Это просто одна строка, и скорее сюда можно вынести то, что не влезло в объявление. Но можно и вовсе ничего не добавлять. А также можно добавить номер телефона, если он есть, и общение по телефону для вас важно. Более того, тут есть еще и дополнительные поля, их много, но тут все зависит от того, что вам нужно выносить в объявление. Иногда много, не значит хорошо. Посмотрев на Жигули типа пятерка, со всякими спойлерами, выхлопными трубами, тонировками и прочей бижутерии, кто-то скажет эклектика, а кто-то безвкусица. Ну и все. Наконец-то мы переходим к настройке группы объявлений. Но мы на этом шаге остановимся и создадим группы объявлений уже в основном интерфейсе, поскольку такая возможность тут есть. Ну то есть можно создать и здесь, но мы просто убьем двух зайцев одним выстрелом, поскольку чаще вам придется работать с объявлениями, группами объявлений ключевыми словами именно в основном интерфейсе. А значит к основному интерфейсу мы переходим. Итак, здесь у нас появилось значительно больше закладок. Собственно сейчас тут все так же примерно, как и в работающем аккаунте фонда ЖивиСейчас. Это как несложно догадаться только, что созданная нами компания. А эта компания созданная в экспресс-версии. Видите, что закладок справа нет, то есть тут значительно меньше настроек и возможностей. Если зайти во все компании, можно например поменять бюджеты. Опять же представьте, что здесь доллары вместо рублей. Всего 329, значит на эту компанию скажем 200 долларов, значит на эту остается 129. Итого в сумме 329. И собственно мы не добавили объявлений при создании компании, поэтому добавим их отсюда. Переходим в компанию теплосети и создаем новую группу объявлений. Названия и ключевые слова. Мы уже вкратце коснулись темы ключевых слов. Сейчас по аналогии посмотрим, что нам посоветует Google. Вставляем URL. Что же он нам посоветует? Да ничего он нам не советует. Что-то очень странное он нам советует. Это, кстати, повод задуматься над тем, что видит робот на странице. Ну то есть не то, чтобы робот видит именно это, но просто это повод задуматься. Так, давайте тогда попробуем направить его в стезю образования. Очень много электронных дневников почему-то, но есть все-таки хоть что-то. Ну вот электронное образование, сайт образования. Ну в общем сюда вы добавляете ключевые слова. И те, что придумаете сами, и те, что посоветует Google. Слов может быть много, даже скорее должно быть много, но я это еще покажу на действующем аккаунте. Сохранить и продолжить. И составляем объявления. Во-первых, конечный URL нам нужен вот этот. И дальше заголовки и описание. Опять же все это мы делали в начале, когда стартовали экспресс-версию. Вот здесь, например, я попробую сделать текст для подростков. В целом платформа теплосеть на 50 процентов ориентирована на подростков. В принципе вообще бы, по-хорошему разнести бы это на две группы объявлений. Каждая со своими ключевыми словами и текстами объявлений для разных возрастных групп. Здесь можно посмотреть, как выглядит объявление на десктопе и мобильных устройствах. Тут нам показывают, какие дополнения и расширения будут в объявлении. Это можно потом править. И все. Сохранить и продолжить. Вообще, коснувшись темой текста объявления, мы собственно и начали работу в Google Ads. Что значит работать в Google Ads? Это понять целевую аудиторию, представить, что ищут в сети, например, подростки, если говорить про наш случай. По каким ключевым словам им нужно показывать объявление и какое им нужно давать текст объявления. А потом еще нужно отслеживать, насколько это все эффективно и приводит ли к конверсиям. И это уже как раз работа интернет-маркетолога и веб-аналитика. Какой текст объявления? Какие ключевые слова? Какая вообще рекламная стратегия? Для кого мы? Что мы в итоге хотим получить? Ну это уже, во-первых, для каждой организации свое, а во-вторых, в следующем видео.